всем привет с вами компания монобо и сегодня мы с вами научимся заполнять анкету на визу в японию анкету на визу подают в посольство японии в вашей стране мы очень часто получаем от студентов вопросы что именно туда нужно писать потому что помимо очевидных пунктов вроде вашего имени или даты рождения есть и такие пункты как карант в японии например и многие не знают кого туда писать школу а может монобо или вообще японского друга поэтому сегодня мы с вами все подробно разберем и приступим ну во первых разберемся как заполнять анкету заполнять ее можно двумя способами на компьютере либо ручкой мы советуем заполнять на компьютере потому что если вы заполните ручкой и напишите например какую-то букву не точно либо человек который будет это смотреть неправильно прочитает могут возникнуть недопонимание а если вы заполните на компьютере сразу распечатаете и в таком виде сдадите всем будет гораздо удобнее ручкой заполнять можно но ни в коем случае не заполняйте карандашом такую анкету точно не примут будьте пожалуйста внимательны первым делом открываем анкету на визу смотрим что она на английском языке поэтому заполнять ее тоже нужно на английском языке даже если вы знаете японский язык заполнять нужно на английском первым делом мы видим место для фото обратите внимание что фото 45 миллиметров на 45 миллиметров фото отелье знают как именно нужно фотографировать на визы поэтому просто скажите что вам нужно фото на визу в японию такого размера первое что вам нужно заполнить это ваше имя как написано в самой анкете также как вашем паспорте то есть если в вашем паспорте ваше имя написано даже не так как вам возможно нравится записать его нужно именно так вторая строчка не касается граждан российской федерации по большей части это какие-то другие имена которые у вас могут быть написаны тоже в загранпаспорте то есть отчество которое написано в вашем российском паспорте сюда не относится и если у вас других имен нет третью строчку тоже можно пропустить далее заполняем дату рождения дату рождения пишем в обычном формате день месяц год место рождения лучше указать точно так же как у вас указано в загранпаспорте то есть если написано Russian Federation то так и пишем если не указан город то оставляем просто страну выбираем пол мужской или женский ваше семейное положение и следующая строчка это ваша национальность если вы из россии пишем Russian если у вас были какие-то другие гражданства то это нужно написать в следующую строчку следующая строчка после гражданства это айди которого нет в россии и в соседних соседей странах поэтому ее тоже пропускаем следующее нужно отметить какого типа у вас паспорт первое дипломатический далее официальный следующее обычный другое у большинства студентов манабу паспорт обычный поэтому ставим галочку в третьем окошечке следующая строка это номер паспорта просто спешите его загранпаспорта обратите внимание что номер не российского паспорта именно заграничного следующая строка это место выдачи паспорта то есть город в котором вы его получили например если вы получили паспорт москве пишите москва строчка под это место которым вы получили паспорт то есть если вам выдала местная фмс или овд это все нужно просто транскрибировать английскими буквами и написать номер отделения после идут две маленькие строчки это дата выпуска паспорта и дата окончания его срока действия пишем в формате день месяц год точно так же как написано в вашей заглавной странице загранпаспорта следующая строка это цель вашего визита в японию очень многие студенты путаются чем различается обычный туризм и учеба особенно если это краткосрочная программа если вы едете на краткосрочную программу то до виза вам выдается туристическая но тем не менее ваша цель это учеба поэтому если вы едете на учебу в японию не важно насколько дней либо месяцев либо лет всегда можно написать учеба ну и конечно если вы едете смотреть просто ответ настита пишите туризм если едете по работе пишите что едете по работе следующая строках это время которое вы проведете в японии многие студенты не понимают как именно измеряет сколько вы проведете в японии времени потому что если вы например на полтора два года вы естественно не знаете сколько это будет точно в днях поэтому если вы едете надолго то просто пишите столько же сколько у вас указано в сертификате на визу если указан год и три месяца пишите год и три месяца если ваша виза на два года указывайте два года а если вы едете по туристической поездке либо по краткосрочной программе то тогда нужно в днях например 90 дней самая длинная краткосрочная программа а если едете всего на неделю то так и пишите 7 дней в следующей строчке пожалуйста укажите дату прибытия в японии формате день месяц год также как указано в вашем авиабилете далее указывается аэропорт куда вы прилетаете из россии в основном летают в аэропорты нарита и ханейда в токио и следующая маленькая строчка это номер самолета и номер яйца это тоже все указано в авиабилете если вдруг вы еще не купили авиабилет и не знаете точно какие будут именно рейсы то просто напишите предполагаемую дату и предполагаемый рейс дальше идут строки с адресами первый адрес который вам нужно указать это адрес по которому вы будете жить в японии если вы едете по туристической поездки то вы пишите просто адрес отеля если вы едете в языковую школу то пишите адрес общежития кис хауса либо квартиры где вы будете останавливаться если вы еще не уверены что будете жить именно в этом месте напишите то место в котором вы больше всего уверены например если это скорее всего школьное общежитие уточните у манабо общежития школы и вам дадут адрес который можно вписать строку где указан телефон если вы будете жить например в школьном общежитии можно указать телефон школы если будете жить в кис хаусе можно указать телефон компании который его сдает если будете жить в квартире то тоже компании который его сдает ни в коем случае не указывайте телефон там компании манабо либо там еще какой-то другой потому что в таком случае могут запутаться и просто могут не дать визу потому что вы указали неверные данные после адреса вашего проживания в японии есть строка ваше предыдущее нахождение в японии там вы пишете даты когда вы въехали и когда вы выехали из японии в прошлый раз если вы вдруг это делали если вы никогда не были в японии вы можете просто поставить прочерк следующий адрес это ваш личный адрес который нужно писать на английском языке будьте внимательны что указать нужно адрес не тот который по прописке от тот по которому вы действительно живете то есть по которому с вами можно связаться и две маленькие строки внизу это телефон и мобильный телефон можно указать какой-то из них если у вас например нет обычного телефона либо нет мобильного следующая строка это ваш род деятельности если вы работаете то пишите свою профессию пишите как можно более понятно то есть не нужно писать описательными предложениями если вы занимаетесь чем-то в сфере инженерии напишите просто инженер чтобы всем было понятно а если вы до сих пор учитесь тот так и пишите что вы все еще студент далее пишите адрес места где вы работаете либо место где вы учитесь и тоже обязательно укажите правильный телефон сначала пишите название потом телефон и следующая строка это адрес заполняется все тоже на английском языке если на момент заполнения анкеты вы уже например закончили университет не работаете и просто ждете когда поедете на учебу в японию то нужно написать что вы готовитесь к поездке за границу при прием по стадии и брод следующая строка под звездочкой означает профессию вашего мужа либо жены либо родители если вы еще несовершеннолетний и заполняется эта строка только в случае если эти люди у вас есть либо если вам еще немного лет осталось совсем немного но дальше идут наверное самые сложные пункты которые ставят ступор всех первый пункт это ваш гарант японии если вы едете в языковую школу то вашим гарантом является именно школа не монобо опять же не какой-то ваш японский друг не вы сами не ваши родители даже если они платят за поездку это именно школа то есть в графу name пишем название школы на английском языке это все можно найти в интернете либо просто спросите у монобо как правильно называется школа на английском если вдруг не знаете телефон школы адрес школы тоже на английском языке понятно что дату рождения пол вы не заполняете если эта школа следующий пункт это ваше отношение к этому заведению пишите school и следующие два пункта не заполняем в случае если эта школа если ваш гарант приглашающая сторона это какой-то живой человек в японии который вам сделал приглашение естественно все его данные заполняете точно так же как заполняли бы первую часть анкеты для себя заполняете кем вы являетесь друг другу чем занимается ваш знакомый или друг в японии и какая у него национальность если он иностранец то какой у него иммиграционный статус то есть живет ли он в японии работает учиться и так далее дальше заполняются данные приглашающие стороны в случае если ваш гарант и приглашающая сторона это один человек либо одно и то же заведение то просто пишем сэйм из обо и все это тоже написано в самой анкете в скобочках поэтому можно просто списать написать это в графу имя все остальное не заполнять если вы едете по туристической поездки вы пишете то же самое целом в нашей практике пока не встречалось таких случаев чтобы приглашающая сторона ингарант были разными людьми либо разными компаниями дальше под звездочкой стоит пункт пометки и другие замечания это тоже оставляем пустым поле либо пишите если у вас какой-то особый случай и последнее что нужно сделать это заполнить маленькую анкетку из шести вопросов которая в основном состоит из вопросов совершали ли вы какое-нибудь преступление в японии или за ее пределами ловили ли вас на хранение чего-нибудь нелегального и так далее были ли какие-то другие проблемы с законом у всех наших студентов этого как правило нет поэтому все ставят просто нет но если вдруг то после того как вы поставили в галочку в графе да нужно внизу в окошечке все это объяснить то есть что произошло как это закончилось и так далее если это было что-то несерьезное то конечно же визе вам не откажет ну а если что-то серьезное то все может быть в конце нужно поставить дату заполнения анкеты в формате день месяц год и поставить подпись дату заполнение анкеты лучше поставить как можно ближе к сдаче анкета в посольство большое спасибо что посмотрели наше видео надеемся что оно было вам полезным и если вы оформляетесь на учебу в японию через компанию монобо то можете не беспокоиться что где-то ошибетесь заполнение анкеты на визу мы бесплатно вам все проверим поможем что-то заполнить узнать что непонятно и сделаем всю самую сложную работу за вас а если вы живете в городе где нет посольства или консульства японии то курьер монобо поможет вам оформить документы на визу сам и вернет вам паспорт с уже вклеенной визой ждем вас японии